Доброе утро, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Геван». У микрофона я, редактор Наталья Сметанина. С нами сегодня работают режиссёры прямого эфира Мария Новгородова и Ольга Степанова. И сегодня у нас в студии Ольга Петровна Охлопкова. Доброе утро, Ольга Петровна. Доброе утро. Ольга Петровна Охлопкова, ведущий специалист отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера Республики Саха-Якутия, Дома дружбы народов имени Алексея Лисеевича Кулаковского. Ольга Петровна, я очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии. Мне всегда приятно с вами встречаться и по работе, и просто так. Как год прошедший, 2020-й прошёл? Я знаю, что работ очень много было проведено, но расскажите, пожалуйста. Год для нас был необычный. До середины марта он шёл в штатном режиме. Проводили все наши мероприятия, запланированные. Но они были интересны тем, что у нас были Дни родных языков. И в этом году ещё участвовали в торжественном собрании общественности, театре, опера и балета. Проводили северные игры «Живая энергия», северных игр среди студентов. Это всегда очень большой такой отзыв и интерес вызывает. И у нас как раз в самый разгар пандемии у нас был запланирован фестиваль «Хэдя». Он должен был пройти в два этапа. Проводили круглый стол и потом хотели ещё выйти на площади города Якутска с вариантами кругового танца «Эвенов» в «Хэдя». Но нам удалось только половину провести. Провели круглый стол, раскрыли проблемы, которые существуют. Выработали план действий, рекомендации. И надо сказать, что если мы раньше проводили, это был у нас хоровод «Надежд», мы посвящали круговым танцам всех народов, то в 2020 году у нас инициативу перехватила ассоциация «Улаханчистая» «Эдзенмола». Вот они предложили выйти нам на город, на площади города. И, в принципе, они как раз очень хорошо раскрыли момские варианты «Хэдя», танца «Хэдя». Ну, а потом у нас начался период онлайн-мероприятий. Сначала мы слегка и напугались, а потом-то, в принципе, оценили этот вариант. Почему? Потому что у нас в связи с онлайном, в связи с выходом в эфир, у нас появилась возможность расширить наши связи. По нашим мероприятиям, что касается 9 мая, фестивалей наших в режиме «Зума», к нам подсоединились районы, которые раньше не могли выезжать, наши республики. Ну, и у нас появились такие довольно-таки интересные, тесные связи с нашими народами Сибири, Севера и Дальнего Востока. С нами работали красноярцы, Магадан, Чукотка, Сахалин, Камчатка, Хабаровский край. Были участники, были интересные связи с ними, обмен информацией как раз по самым нашим таким важным отделам культуры и языка. Ну, в общем-то, мы провели в онлайн-режиме праздничный салют Победы, провели челлендж круговых танцев. У нас прошел на экранах, в режиме, на сайтах и в режиме Инстаграма прошел Международный день коренных народов мира. У нас это вот ушел, вот этот обрядовый праздник Качевья. Также у нас все прошли, в таком же режиме прошли все праздники. И вот, в принципе, это получилось, что если в Якутске праздновали календарные праздники Эвенов-Эвенек, Бакалдын-Эвенков, Шахаджи-Бе-Юкагиров, Хайра-Далган, участвовали в основном, и эта информация шла среди тех жителей, которые живут в Якутске. А тут, благодаря тому, что мы вышли в онлайн, в наших праздниках участвовали и районы. — То есть география расширилась, и людей побольше приняло участие. — Да, и побольше. — Как ни парадоксально, да? — Да, больше народу — это одно. И, во-вторых, у нас они получились разнообразнее, потому что каждый вносил свое что-то необычное. Особенно это хорошо сказалось на традиционном нашем фестивале песенного творчества «Эхо тундры и тайги». Мы, наверное, где-то года два-три пытались активизировать сел, которые не могут приехать, выехать, приехать к нам. И не получалось. Пытались, чтобы они записали ролики, прислали нам на конкурс. — Ольга Петровна, извините, есть звонок в студию. Алло. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня вот следующий вопрос. Насколько праздник Венов, Девтенек называется, он у нас в республике проводится? И в каких улусах он проводится? — Вы имеете в виду, наверное, Эвенек, да? — Да, да, да. — Спасибо, Ольга Петровна. — Ну, Эвенек, праздник Нового года, он проводится практически во всех местах, где компактно проживают Эвены. Это и в Чекурдахе проходит, очень интересно проходит, в Себенкёле, в Алдане. — В Тополином. — В Тополином проходит. — В Берёзовке. В местах, где компактно проживают Эвены, этот праздник проводят обычно в дни летнего солнцестояния. Это 21-го, 22-го, 23-го, да. В эти дни мы встречаем Новый год этим праздником. И в городе Якутске уже на протяжении более 20 лет проводится этот праздник. — Да, и в последние 3 или 4 года в городе Эвены создается стойбище, и воссоздается тот образ традиционного праздника, традиционной жизни Эвенов. — Да, и проводятся обряды реконструированные, их так можно назвать, да, наверное, обряды, которые мы проводим, это встречи солнца, обязательно кормление духов земли, и спрашиваем благословления на следующий год. — Да, и приглашаем вас. В этом году, наверное, нас откроют, уже праздники разрешат проводить. И приглашаем вас 12 июня, 10, 11, 12, в обычном этой дне в городе Якутске проводятся. Приезжайте к нам на праздник. — И у нас обычно районы вносят свою какую-то интересную особенность этого праздника. И бывает так, что мы посвящаем Эвену Бетантайскому месту проживания Березовки, Семен-Кюля. — Уважаемые радиослушатели и телезрители, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам 32 00 66, 32 11 66. У нас сегодня в студии Ольга Петровна Хлопкова, главный специалист, ведущий специалист отдела по работе с КМНС Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Ольга Петровна, время, конечно, диктует свои правила. Уже научились онлайн проводить ВКС, в Зуме, везде проводить мероприятия. Но недостаточно вот этого тепла, локти рядом, когда в танце встаем. Думаю, что в этом году в планах, наверное, тоже стоят все наши праздники, и у нас будет возможность принять очно. — Да, ну и мы хотим, конечно, чтобы приезжали к нам с районов, и желание у них есть. Помимо праздников, я еще хотела сказать, что мы, в принципе, в Доме дружбы еще подняли вопрос по состоянию создания национального костюма. В этом году прошла научно-практическая конференция, посвященная традиционной одежде северных народов. Почему мы это сделали? Дело в том, что у нас в связи с ростом интереса к Артике, к северным народам, у нас начинается смешение орнаментов, смешение пошива костюма. Поэтому мы в этом году зафиксировали основной орнамент, основной покров национальных костюмов всех народов. И тут тоже, кстати, надо сказать, что подключились не только наши якутские районы, мастера, это подключились и Хабаровский, и Камчатка. С Камчатка просто-напросто даже добилась, чтобы мы их приняли, несмотря на то, чтобы был введен карантин. Тут они нам показали все свои костюмы, народов, тех народов, которые живут на Камчатке. Очень хорошие мастер-классы были проведены, как делать сухожильную нитку, как раскраивать, как выделывать шкуру, что при этом применяется. Я с большим удовольствием тоже принимала участие, смотрела через компьютер, через интернет. И надо отметить, что узоры – это наше всё сакральное, да, они имеют значение такое для нас очень сильное, поэтому смешивать узоры, смешивать шапку долганскую, кафтаны венские, аунты венкийские – это не есть хорошо на самом деле. Да, ну и мы получаем тоже замечание, есть у нас такое, когда у нас идёт смешение. Особенно это касается эстрадных костюмов, наверное, да, тех артистов, которые на эстраде выступают, потому что мастера, которые шьют, они точно знают свою работу. Да. Городные мастера. Продолжаем тоже работу по фиксации всех этих национальных движений танца, потому что, обратили внимание, в Якутии проводятся фестивали-конкурсы, и там такое дикое смешение. В одном танце мешают якутские движения, эвенские, корякские, чукотские, ну и получается. Хорошо ещё, хоть хватает назвать этот танец «Северный», тогда можно согласиться. А если это эвенский со всеми элементами, то уже становится совсем нехорошо. Вот, и поэтому, в принципе, наши ансамбли, вот они тоже работают над тем, чтобы оттачивать движение каждого танца. И мы очень хотим и работаем с Институтом гуманитарных исследований и проблем народов Севера, чтобы там тоже учёные занялись вот этими вопросами. Вопросами национальной одежды, орнамента, танцевальных движений, праздников. И, в принципе, уже настала пора, то, что у них накопился очень большой материал, наступила пора, когда надо возвращать всё, что они записали когда-то, сохранили в своих архивах. Всё это сейчас надо возвращать в народ. Да, в открытый доступе, чтобы всё было. В открытый доступ. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы уходим на небольшую паузу, встретимся позже. Спасибо. Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам присоединиться по номерам телефонов 320066, 321166. И сегодня у нас в студии Ольга Петровна Охлопкова, главный специалист отдела по работе с КМНС Дома дружбы народов имени Алексея Елисевича Кулаковского. Доброе утро ещё раз, Ольга Петровна. Доброе утро. В первом блоке нашей программы мы говорили о тех проектах, которые прошли в 2020 году, о том, какая была проведена работа. И мы остановились на том, что Институт гуманитарных исследований и проблем народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук имеет уже большой пласт накопления, архив, где зафиксированы памятники культуры, фольклора, языков наших народов. И пора уже как бы открывать доступ. В этом случае я знаю, что у вас в Доме дружбы народов тоже есть большой материал, работающие проекты, те же самые наши национальные этнические праздники, которые проходят в определённые дни, они уже имеют свой сценарий, своё время, место проведения. Есть ли возможность у жителей, кто интересуется этими праздниками, взять у вас где-то найти сценарий проведения или сценарий обрядов каких-то определённых, или толкование этих праздников, историю праздников, где можно это всё посмотреть и узнать об этом? Да, у нас есть, у нас создан сервер, где записаны практически все наши концерты, все наши обрядовые праздники, традиционные праздники, и можно будет посмотреть. Помимо того, нам ещё присылают с районов, очень охотно с нами делятся своими материалами. А Лайховский, там очень интересно живёт товарищ Максим Дудкин. Максим Ильич Дудкин, да. Да, он очень много накопил, очень много знает, поэтому то, что он нам где-то в чём-то помогает, нам здорово приходится к месту. Вот, Сибенкёль очень многим помогает, они делятся своими праздниками, своими записями, где-то подлавливают нас на неточности, сразу же поправляют, поэтому мы тоже благодарны. Тампонские тоже товарищи нам хорошо помогают, поэтому, в принципе, это есть. Ну, ещё мы выпустили методические, правда, немного, их два или три материала, не доходят руки, с каждым годом всё плотнее и плотнее становится рабочий график. Рабочие материалы есть, накоплены, напечатаны, их надо просто обработать, привести в нормальный вид, для того, чтобы издать и не краснеть за тот материал, который у нас накопился. Ну, у нас стоит в этом. Плюс ко всему мы ещё же работаем с Геваном, там же у нас целая серия передач, которые можно будет тоже, в принципе, собрать хотя бы в один комплект. Вот. И планируем с Геваном ещё и в этом году составили план. Мы хотим показать в передачах Гевана жизнь Кобяйских ивенов, Юкагир Нелемного, Чукчика Колымского, чтобы, в принципе, народ познакомился с самой жизнью. Практически сами народы очень скромные по-своему, они не любят рассказывать, хвастаться, живут скромно. И, в принципе, о их традициях, о их стиле жизни, о том, какие чаяни они в жизни имеют, это, в принципе, основное население Якутии не знает. И вот здесь вот мы хотим тоже поработать с НВК, с АХА в этом плане. Очень приятно, да. Мы только рады сотрудничеству с вами. Ольга Петровна, расскажите, пожалуйста, об отделе. Сколько у вас человек работает, какой объём работы, потому что, судя по тем мероприятиям, по той работе, которая ведётся, это, мне кажется, человек действительно работает. Нет, нас всего двое. Это Анастасия Еремеевна Куличкина, она энтузиаст своего дела. Она, в принципе, всегда, везде соглашается работать, всё, что касается коренных малочисленных народов и её родного народа, эвенков. Ну, в принципе, я со своей капелькой эвенской крови только. Вот. Естественно, не хватает сил, не хватает, потому что объём растёт, растёт интерес к северному народу, и понимаешь важность этого, поэтому, естественно, нам хотелось бы, чтобы нас расширяли. Это одно. Во-вторых, мы столкнулись с той проблемой, что, предположим, что касается культуры народов, культуры танцев, культуры песенного на творчество, тут нам не хватает ещё специалистов из самих народов, потому что приглашали мы и русских, и якутов, других национальностей. Они вот просто, видимо, не чувствуют. Дело в том, что, мне кажется, это моё личное мнение, что у северных народов сохранилась связь с самой землёй. Они слышат друг друга. Земля и народы, они слышат друг друга. И вот эта вот связь, она сразу проявляется и в песнях, и в танцах. Это вот где-то вот я посмотрела «Аватар», вот что-то похожее у нас с северными народами. Вот. И поэтому, когда человек со стороны, он этой связи не ощущает. У нас, получается, холодные песни, холодные танцы. И то, что обрабатывает другой человек, другой национальности, в наших и венских, и венкийских, и в кагирских песнях теряется. Та вот прелесть, та первозданная красота, она исчезает. Поэтому, в принципе, наше руководство это знает, они понимают. Поэтому у нас тесный контакт с колледжем культуры. Мы там просматриваем. И все те, кто приходят в колледж культуры или в Арктический институт культуры и искусства, они, в принципе, работают тоже с нами. Практику проходят, смотрят наши мероприятия. И в этом отношении у нас идет поддержка оттуда. Мы теперь ждем наших специалистов. Очень радует, что руководство Дома дружбы народов поддерживает наш отдел. Лет, наверное, 8 уже, как мы все ходим в Дом дружбы, как к себе домой, на мероприятия. Очень большой объем работы проводится. Репетиции все наши проходят. Там костюмы все хранятся. Все знают, что чуть что, можно к Ольге Петровне обратиться. И помощь, объяснение, поддержка, все будет. Не только это. В принципе, коллектив в Доме дружбы собрался очень такой хороший. Сначала настороженно. Нас восприняли. Где-то еще слегка так с недоверием. Когда начали проводить наши первые мероприятия, они говорили, ну, как в сельском клубе. Ну, а потом, в принципе, подключились сейчас. Без их помощи у нас практически не проходят мероприятия. И радует, что вот в этом еще у нас появился тоже, как его говорят, северный человек, легенды. Теперь надежда, что у нас поддержка будет еще сильнее. Первым замом. Первым замом, да. Ольга Петровна, очень сложно в том плане, что не все представители активные участники. Ну, например, студенты, там, ребенок пришел, приехал в город, поступил, отучился пять лет, четыре года, там, он активно принимал участие, потом он куда-то уезжает. И в этом случае теряются и артисты, вот сценарии, как бы. И за их теряется. Да, но это хорошо, что люди, дети уезжают работать к себе на родину или еще куда-то. Но, с другой стороны, ансамбли теряют артистов. Да. Постановки на определенных артистов заточены бывают обычно. Вот у нас, помимо того, что у нас вот эти плюсы, которые появились у нас в связи с пандемией, с этим, с увеличением контакта, у нас появилась другая уже негативная причина. У нас же все ушли в изоляцию, на карантин. И у нас практически сейчас наши все ансамбли молодежные, они практически у нас как бы в таком вамошном состоянии находятся. А у нас, в принципе, есть, ну, чтобы не изучить, не учить заново людей. Мы это самое приглашали, звали студентов, которые приезжали в Якутск. И они у себя на родине, они участвовали в художественной самодеятельности, в ансамблях своих национальных. Вот. И у нас получилось, у нас появился опыт. У нас была студенческая группа народного ансамбля Ранчика, они очень хорошо, они уже, как правильно сказать, натасканы, они уже знакомы с национальной культурой, они уже танцевали на высоком уровне. Точно так же у нас был Долбор из Желинды. Сейчас вот, что радует, к Насте Куличкиной в Геркелен пришли выпускники Энекена. И, по-моему, Усьмайские, точно тут не помню. Вот. И поэтому, в принципе, мы снова пойдем в университет собирать студентов, которые так или иначе, потом сами студенты. Почему у нас студенческая группа Долбора, студенческая группа Ранчика, когда они приезжают в Якутск, мне очень хочется приходить в какой-то незнакомый или создавать какой-то новый ансамбль. Им же хочется продолжать тот успех, который они достигли в своих ансамблях. Поэтому у нас вот так вот варианты получились. Так, на вскидку, Ольга Петровна, сколько сейчас творческих коллективов, ансамблей у вас занимается? Десять коллективов. Это у нас Эвенские, Эвенкийские, Русско-Остинские идут. У нас даже есть два очень таких, а нет, три очень сильных таких ансамбля старейшин. Это Долгунча, Индигир, Хокто. Туда приходят носители, что очень ценно. И, собственно говоря, мы на них и опираемся во всех наших праздниках. Все обрядовые праздники мы опираем, в смысле, с ними готовим. Потому что они знатоки, они знают, как проводить. Ну, у нас, помимо этого, еще два молодежных клуба. Эвенкийский, Геркелен и Айнуран Эвенский, молодежный клуб. Ну, при ассоциации республики существует молодежный совет АКМНС. Они работают. Ну, и вот у нас, они, в принципе, тоже с нами очень хорошо дружат. Их сугланы мы всегда проводим вместе с ними. Если они берут свою основную рабочую, то в культурной программе мы всегда им помогаем, и всегда они нас привлекают. Очень хорошо, что молодежь может потом, если уедут вернуться домой или куда-то в другое место уедут работать, они могут весь опыт, который накопили во время студенчества у вас в Доме Дружбы Народов, они могут это сами дальше развивать, показывать, учить уже малышей, детей, молодежь. Да, у нас они так и уходят. В Чакурдаху вернулась Анна Александра Слепцова. Вот ждем, уезжают дальше продолжать. У нас была звездочка. В себя наехал Любомир Захаров работать, да, после окончания. Уважаемые радиослушатели, мы уходим на небольшую паузу, ждем вас после программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы продолжаем нашу программу «Геван», и у нас в прямом эфире Ольга Петровна Хлопкова, главный специалист отдела по работе с КМНС Дома Дружбы Народов имени Алексея Лисевича Кулаковского. Добрый день, Ольга Петровна. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире, вы можете присоединиться к нам, задать интересующие вас вопросы, получить ответы по номерам 320066, 321166. Ольга Петровна, мы говорили о молодежных ансамблях, а что с детскими ансамблями? Как дело обстоит у нас в Якубске? Ну, это тоже у нас одна из первейших задач. У нас в Доме Дружбы был ансамбль хангачан. Это, в принципе, последствия проекта в детских садах, в садах, вернее, 7 народов, 7 алмазов. Вот, это были выпускники детского сада, и очень интересные, там самое-то интересное, там, самих эвенов, детей эвенов, было человек, наверное, 3-4 или 5, вот, максимум. А все остальные были вот наши жители города Якутска, но они настолько оули. Извините, Ольга Петровна, телефон, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Ольга Петровна. Добрый день. Это Вера Михайловна. Ой, здравствуйте. Ой, Вера Михайловна. Поздравляю вас с восходом солнца после долгой полярно-холодной зимы. Спасибо. Спасибо большое. Видели ваши материалы, вообще очень интересно встретили. Какие в этом году рисунканские выставки проводите? У меня вопрос такой. Да вот сейчас как раз вопрос стоит. У нас же вообще планировали из-за пандемии перенести мир Арктики на 2021 год. Но в связи с тем, что проводились северные форумы, то какая-то часть этой выставки прошла в сентябре без конкурсной программы. Сейчас этот вопрос рассматривается. Будем проводить или нет. Это, в принципе, решает два министерства. Министерство по делам Арктики и народов с севера и Министерство по внешним связям и народам республики. Все зависит от финансирования. Но мы хотим провести. Помимо того, еще, в принципе, сейчас как раз прорабатывается вопрос. В послании нашего президента республики прозвучало активизировать работу по народным ремеслам. Сейчас мы продумываем как раз те меры, которые должны привести к активизации народных ремесленников, народных мастеров. И в том числе как раз будем смотреть по выставкам, которые будем проводить. Значит, традиционный мир Арктики, который проводится в марте 19 марта, будем ждать его, да? Да, будем ждать. Так что можете принять участие, подавать заявки, готовиться к этой выставке. Обычно по итогам этой выставки отбираются мастера на сокровища севера, да? Да. Я бы как раз хотела сказать, у нас в этом году на сокровищах севера прошло очень много мастеров. И причем была самая большая делегация в связи с тем, что еще участвовали в 30-летии создания ассоциации КМНС коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Где-то около 80 человек выезжало, 72, по-моему. И выезжали мастерицы. У нас была очень интересная, красивая экспозиция. Многие наши мастера получили дипломы, стали лауреатами этой выставки. И в этом году мы тоже так же планируем подготовиться, вывести туда большее количество наших мастериц. В принципе-то, наши мастерицы пользовались хорошим успехом, большим успехом. И плюс ко всему, там еще заинтересовало наши мастерицы, проводили мастер-классы по бисероплетению, по орнаменту, по выделке материалов. Эти все вопросы снова будем продолжать разрабатывать. Это, наверное, в основном грантовые проекты. Да, это грантовые проекты. Но там еще участвовали из районов. Надо сказать, что Жиганский район аккуратно. И очень бережно относится к своим мастерицам. Посылает их. Алданский район. Чекурдах всегда волнуется за своих. Вот очень хорошо направлял Сибенкёль, Кобейский район. В последние два года, в принципе, это мастер из-за транспортной схемы не получалось. Как раз самая распутница, невозможно было вывести. Очень много мастеров и мастеристов живут в Березовке. Вот надо с Березовкой, наверное, еще работать, да? Да, с Березовкой, да. У них очень серьезная, плохая транспортная схема. Очень сложно бывает добираться. Зимник поздно пробивают. И вот в этом году как-то надо постараться вывезти, наверное, из Березовки мастеров. Да, надо подумать. У нас же в фондах есть эти изделия Хабаровской, Анна Ивановна. Очень интересно. Все на ее вещи обращают внимание. Да, у нас еще и Айталина издела представляла Березовку. Очень много с работами своими. И вот после того, как ее не стало, уже никто не выезжает. Чуть затихли. Ольга Петровна, ну и традиционно, наверное, о планах на 2021 год. Какие большие мероприятия нас ждут? В принципе, мы продолжаем так же. У нас будут дальше работы продолжаться по популяризации народных игр северных народов. Это живая энергия северных игр. Будем так же проводить обрядовые праздники, пробуждение природы и рождения оленят. Цветение тундры, все вот эти наши календарные праздники всех народов будем проводить. Ну и, в принципе, мы еще задумали, как продолжение фестиваля круговых танцев. У нас в этом году, в марте, очень широко хотят провести такой фестиваль Эвенки. По своим круговым танцам будет фестиваль Дэвэйды. Плюс ко всему, они, вот в этом отношении, они... Ой, извините, Ольга Петровна. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, ага. Вы в эфире. Я хотела узнать, как можно записать девочку девяти лет на ансамбль танца. Ой, спасибо большое. Спасибо за такой хороший вопрос. Это один из тех вопросов, которые мы всегда хотим поднять. Приходите к нам, записывайте. У нас есть детский ансамбль. У нас есть детский ансамбль «Геркелен», «Эвенкийский». У нас был, вот мы его сейчас пытаемся восстановить, «Хангачан». «Эвенский». «Эвенский» ансамбль. Да, ну это не обязательно, что там и «Эвенский», обязательно и «Эвены» будет. Это просто мы как тематику определяем. Но танцуют дети всё. Приходите в Дом дружбы народов, кабинет 200... Нет, кабинет 130. 130, да, кабинет 130. К Ольге Петровне можете обратиться к Анастасии Еремеевне, приводите свою девочку. Мы будем очень рады. Да. Ольга Петровна, круговые танцы в фестивале, значит, «Эвенкийский» нынче, в марте будет фестиваль «Эвенкийских танцев». «Эвенкийский танцев». И плюс ко всего мы ещё планируем... Тут вот надо сказать, что ассоциация «Улаханчистая» и «Динмола». Вот они тоже, в принципе, активно работают. И мы хотим на базе «Улаханчистая» провести семинар для близлежащих районов как раз по круговым... По вариантам круговых танцев хэдя. Записать, записать носителей, потому что не все носители могут приехать к нам в Якутск. Нам важно их зафиксировать. И в Сибенкёле ещё будет семинар? Ещё, да. Ещё будет в Сибенкёле. Вообще, в принципе, у нас в планах стоит запустить кочующий фестиваль круговых танцев в Якутии. То есть у нас получается как эстафетное мероприятие. Проходить в тех местах, где же проживают наши коренные народы. И постепенно путешествовать, передавать информацию, обмениваться опытом. — Надо, наверное, отметить, что и в Хабаровском крае живут эвены, на Камчатке, в Магадане. У них как с круговым танцем? — Вот они как раз отмечают то, что они забывают. Поэтому, может быть, поэтому и появляется их активное участие в наших мероприятиях, они черпают. Вот эвены Анафгайи, они говорят, что то, что они воссоздали, они воссоздали по материалам наших учёных, якутских учёных. Там Варвара Григорьевна Белолюбская очень много им помогала. Алексеев Анатолий Афанасьевич передавал информацию. Ну, в принципе, они в этом плане-то молодцы. Они ещё зафиксируют, они ещё издают свои методические пособия. Плюс ко всему они ещё выработали вот эти тренировочные экзорсизы, что хорошо. То, что у нас пока ещё нет. У нас частенько в национальных танцах коренных народов, народных танцах, вернее, там не совсем хорошую роль играет классик. Не та постановка ног, не так они обычно... — Классическая хореография. — Да, классическая хореография, она меняет рисунок движения национального, народного танца. — Да, там каждое движение, каждая мимика играет роль. — Да, потому что это же всё шло от обрядов, от жизни. И каждое движение, оно говорит, о чём хочет сказать танцор. А вот Камчатка в этом плане, они выработали свои экзорсизы, которые вот закрепляют народные движения как классику. — То есть это уже классика? — Да. — Классика, она уже соединена с народными. Вот всё они вместе учат этому. Спасибо большое, Ольга Петровна, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию, за интересную беседу. Думаю, мы ещё впредь будем встречаться и работать вместе. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Аймака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова